Ровно в 10.00 начали свою работу избирательные участки Московского и Ленинского районов областного центра. Во многих из них первые наиболее ответственные избиратели появились уже в начале 11-го. На избирательном участке номер 15 голосование проходит в штатном режиме. По итогам трех дней досрочного голосования на нашем участке проголосовало 12% избирателей. Такой сравнительно невысокий процент проголосовавших, по мнению опытных членов комиссии, дело обычное. Для многих брещан непосредственно день выборов является знаковой датой, а поход на избирательный участок всей семьей – делом почетным и важным. Главное, и это отмечают на участке для голосования номер 24, это отсутствие нарушений в процедуре проведения. Самое главное, что со стороны наблюдателей и граждан замечаний особых нет. Если там какие-то вопросы чисто такого технического характера, но они решаются на месте. Но самое главное, что по ходу голосования, именно голосования нет никаких замечаний и проблем. Я всегда говорил о том, что население в данном районе очень организованное и очень ответственное. Проголосовать досрочно спешат в эти дни люди разного возраста. Об этом уверенно говорят на участке для голосования номер 49. За несколько дней здесь оставили свой голос порядка 14% от общего количества избирателей. Для многих из них досрочное голосование – практика удобная и привычная. Нельзя сказать, что какая-то определенная категория приходит, например, молодые или люди пожилого возраста. Все. Наиболее активно наши граждане будут в воскресенье. Ждем их всех с нетерпением. Мы готовы, как вы видите, во всеоружие. Во-первых, нет скопления народа. Я могу сам себе раздуматься, подумать и сделать правильный выбор. Никто мне не мешает, никому я не мешаю. Поэтому я считаю, такая форма доступная. Активно идет голосование и на новых участках. Один из них распахнул свои двери в микрорайоне «Южный». В здании учебно-педагогического комплекса «Яслисад» начальная школа номер 10. Здесь большинство избирателей – жители новых многоэтажек. А по совместительству и родители многих воспитанников учебного заведения. Это вновь созданный участок и закреплены за нашим участком. В основном территориально – это улицы, которые относятся к нашему учреждению образования. Поэтому в числе избирателей в основном родители наших детей. И я бы сказала, что активность достаточная. Напомним, выборы в палату представителей пройдут 11 сентября. Отдать свой голос в пользу того или иного кандидата смогут в общей сложности порядка 7 миллионов белорусов. Использовать свою возможность проголосовать досрочно можно с 10 до 19 часов до 10 сентября включительно.